Организация мероприятий Для того, чтобы организовать мероприятие, вам нужно понимать, какая у вас конкретная цифра приглашенных гостей, какой у вас бюджет и примерную дату проведения мероприятия. В случае, если во всех ресторанах, в которые вы обратились, занята подходящая для вас дата, вы можете арендовать площадку на свежем воздухе и заказать услугу кейтерингу. Если же вы все-таки решили спраздновать ваше мероприятие в ресторане, то перед началом поиска рекомендую сделать таблицу с самыми важными данными в ресторане и стоимости услуг. То, что вы должны знать, это минимальная и средняя стоимость меню, количество блюд, которые входят в эту стоимость, а еще лучше средний граммаж на человек, цена за обслуживание мероприятия. Как правило, это процент от меню. Некоторые рестораны, кстати, прячут этот процент в стоимость блюд. Есть ли у зала свой декор и цену на него? Обязательно поинтересуйтесь, это простые ленточки или солидные банты из ткани. Предоставляет ли ресторан дополнительные услуги? Такие как чай, кофе, сладости, фрукты, декор, калачи, торт и цены на них. Если цены средние, как по городу, то лучше всего заказать все в ресторане, и это избавит вас от дополнительного списка задач, которые и так не маленькие. Какова сумма аванса при заключении контракта и каковы этапы оплаты мероприятия? Располагает ли ресторан зоной росписи? Это может быть отдельная терраса или отдельный зал, а также дополнительная атрибутика для всего этого. Это может быть арка, столик для росписи, подушечка для колец и дополнительная атрибутика для рассадки гостей, панно, номерки на столы и так далее. Располагает ли ресторан отельным номером для молодоженов и детская комната? И обязательно узнайте, если за это нужно дополнительно платить. Какая вместительность парковки? И есть ли она вообще? Сколько времени предоставляет ресторан для проведения мероприятия? И если есть ограничения, то какова дополнительная стоимость за превышение лимита времени? Если ресторанный комплекс располагает несколькими залами, обязательно поинтересуйтесь, если есть отдельные входы для каждого, так чтобы гости с разных мероприятий не мешали друг другу. Осуществляется ли охрана мероприятия от возможных нежелательных и посторонних посетителей? Обязательно поинтересуйтесь у ресторанов, в какие периоды года они предоставляют скидки и бонусы. Может интересная для вас дата как раз в этот период? Или же вы можете спланировать все так, чтобы получить желаемую скидку? Например, чай-кофе – это обычный чай и растворимый кофе, либо продукт премиум класса. В случае кандибара – это конфеты и печенье фабричного производства, либо это пирожные, приготовленные в кондитерское ресторан. При выборе ресторана обращайте внимание на то, как вам отвечают даже на телефонный звонок, и насколько быстро и четко вам отвечают на ваши вопросы. Это говорит о профессионализме, гостеприимстве и положительном отношении к вам, как к гостю, а как следствию и к вашему мероприятию. Очень важно, чтобы ресторан располагал отдельные зоны для питания и переодевания артистов и другого персонала, который будет работать на вашем мероприятии. И, кстати, об обслуживающем персонале. При выборе музыкантов ориентируйтесь не только на цену, но и на опыт. Подумайте, стоит ли небольшая экономия испорченного мероприятия? В случае, если бюджет не позволяет вам нанять ведущего, который вам приглянулся, вы можете сэкономить, не заказывая, например, лимузин, либо салют. Знайте, ведущий – это человек, который создает настроение на вашем празднике, поэтому его нужно выбирать, отталкиваясь от тематики мероприятия. Что касается оператора и фотографа, лучше всего выбрать команду, так как у них работа налажена и они помогают друг другу. Можно, конечно, выбрать и по отдельности, но я не рекомендую. Обязательно поинтересуйте, что говорят на них люди, насколько быстро они предоставляют готовый материал и не поленитесь посмотреть достаточное количество их работ. Я уверена, что все, о чем говорили мои коллеги, это очень важно, но декор – это главное, особенно для невесты. При подготовке к событию определение стиля – это одно из первых решений, которые вы должны принять, так как от этого зависит, как будет выглядеть все мероприятие в целом. Стол, оформление зал, аксессуары, образ жениха и невесты. Следующий фактор, на который вы должны обратить внимание – это зал, в котором проводятся мероприятия. Он должен подходить под декор, выбранный вами. Также очень важно, в какое время года проходит ваше мероприятие. От этого зависит цветовая гамма вашего свадебного декора. Если вы решились самостоятельно заниматься декором мероприятия, то вы должны знать, что это огромные лишние хлопоты. И в преддверии праздника вам точно будет не до этого. Лучше всего доверьте это специалистам-декораторам, которые обладают вкусом, фантазией и профессионализмом. Идеально, если у зала есть штатный декоратор. Он уже знаком с залом, и у него есть в наличии несколько вариантов готового декора, подобранного специально под этот зал. Кстати, это значительно уменьшит ваши затраты при подготовке к свадьбе. Вы также можете нанять агентство по декору, но только обязательно удостоверьтесь в его компетенции, чтобы ваши ожидания соответствовали реальности. Хотим посоветовать, как провести день вашей свадьбы так, чтобы он запомнился вам на всю жизнь. Чтобы чувствовать себя бодро и весело, не планируйте в этот же день венчание или фотосессию. Поспите подольше. Это ваш день. Если вы будете целый день бегать в церковь по всяким красивым местам, а потом свадьба в течение 10 часов, то вы к утру будете валиться с ног. Обвенчайтесь заранее, за неделю до мероприятия. Вы не потратите много средств на это. Рядом с вами будут находиться самые близкие, которым на самом деле будет приятно находиться рядом с вами в столь важный для вас момент. Love Story можно сделать заранее, и потом в ресторане можно показать гостям все ваши фото. Многие гости не знают жениха и впервые видят невесту. Дайте им возможность посмотреть на вас не в костюмах. Сразу после свадьбы уезжайте, хоть на 3 дня, хоть за 30 километров от дома. Вы будете наслаждаться друг другом и вспоминать, как вы провели день свадьбы и как вам все это удалось. Не важно, столкнетесь ли вы со сложностями в день мероприятия или нет, но оставайтесь веселыми, ведь это ваш день. И от вашего позитива зависит, насколько удачным будет ваш праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok